Я так лежу и думаю, как хорошо просто помучаться из-за чего-то конструктивного. Возьмите то, что вам нравится, и спросите, а что я хочу. Точно так же и в жизни. Ты либо сам идешь к свету, либо свет к тебе не придет. Какая у меня разница? Мой дух свободен. Сделайте все, что хотите со мной. Александр, здравствуй. После того, как мы опубликовали пост на YouTube о том, что у наших зрителей есть возможность задать тебе вопрос. Очень много людей откликнулось, и я буду очень благодарна, если ты ответишь на некоторые из них. Хорошо. Привет. Итак, первый вопрос. Как разорвать все старое и шагнуть в новую жизнь? Вот до тех пор, пока мы хотим разорвать старое и шагнуть в новую жизнь, мы пока в неврозе ума находимся. И из этого никогда ничего хорошего не происходит. Вообще никогда. Вот я всегда привожу эту метафору, и она есть, и, возможно, просто автор этого вопроса ее не слышал от меня, но я ее повторю. Вот когда дерево по осени сбрасывает листья, то что оно делает, чтобы сбросить листья? Оно просто забирает оттуда питательные вещества. Оно просто их собирает внутрь себя, и этот листочек, он становится неживым. И в какой-то момент, когда все питательные вещества из него ушли, ветер, естественно, срывает этот листочек. Тут не происходит никакого насилия. Дерево не думает, сейчас вот надо вот эти все листы с себя сбросить побыстрее. Она не думает, как мне достали эти ветки, пьют из меня весь сок. Мы же люди постоянно живем в рассогласованности с этими ритмами естественными. Мы думаем о том, что мы можем взять и отрезать от себя лист, но это насилие. И насилие в жизни, мы за него всегда платим. Мы за него всегда платим. Если старое еще не ушло, значит, вы его, а, держите своей хваткой, б, питаете своим вниманием. И это значит, что вам пока выгодно это держать. И поэтому, если есть какие-то контексты жизни, с которыми хочется завершить, то надо с ними разобраться сначала с точки зрения, почему вы это держите, и вообще стоит ли это держать. И второе, почему вы туда внимание направляете. А попытки выбросить старое и шагнуть в новое, это детские попытки, которые вот они ни к чему не приведут. Когда ситуация изжита, из нее внимание и хватка забираются сама. Поэтому разберитесь с ситуацией, посмотрите, почему вы ее держите, зачем вы ее держите, что она вам дает, как она вас питает, почему вы питаете эту ситуацию своим вниманием. И когда у вас она будет исчерпана, то она сама отпадет. Жизнь забирает все то, что нежизнеспособно, само. Другое дело, что мы, в отличие от деревьев, умеем держать ситуацию. Держать ситуацию. И вот здесь вопрос, зачем мы ее держим, какие выгоды мы от этого получаем. Для себя внутренние выгоды. Почему у нас вот эта хватка еще работает. Я всегда говорю, что перестать держать что-то, это просто перестать держать что-то. Это просто не делать. И поэтому, если есть какой-то рецепт, то попробуйте не держать. Попробуйте не делать, это очень просто. Мы думаем, что надо специально что-то выбрасывать, да. Но на самом деле вот этот шарик, да, если я его положу, он будет лежать сам. Мне не нужно его бросать куда-то. Нет, он будет лежать сам. И мне даже не нужно с ним ничего специально вот как-то там придумывать. Да, вот он просто лежит сам. Ну, что-то катается тут, шуршит внутри себя. Но мне не нужно его от себя выгонять. Мне не нужно его выбрасывать куда-то. Когда нужно, ветер подует, он указится сам. Но когда он лежит, я его не держу и вниманием его не питаю. Просто положите, положите просто. Это самое сложное, но самое важное. И мой приезд на Бали после, в прошлом году, он был очень такой символичный, потому что я очень не хотел уезжать. И я очень держался за какие-то свои старые контексты. И первое, что я приехал, я помню, я приехал абсолютно не желая приезжать сюда. Мне прислали билеты, им как бы было не отказаться, да. И я приехал, и первое дело, куда я пошел покушать, в кафешечку в Sage. И там такие вот бумажечки такие лежат, свернутые, в которых обычно какие-то изречения или советы. И там была такая фраза, в переводе на русский будет звучать так, что самое счастливое переживание, самое счастливое время, это когда вы набираетесь смелости отпустить то, что вы больше не хотите держать, да. То или то, что вы больше не можете держать. То есть нужна смелость, нужна смелость иногда, чтобы просто что-то не держать. Да, просто вот положить, и пускай лежит, и пускай жизнь сама заберет жизненную энергию, жизненный сок из этого листика, и ветер сам его сорвет. Это естественно. И люди, они пытаются компенсировать свое недоверие к жизни, и вот эти естественные же силы жизни и природы компенсировать своими насильственными действиями. Что-то там секатором подрезать это не надо. Ветер достаточно силен, и сила внимания достаточно сильна. Когда вы ее заберете, ветер сам все унесет. Ответ такой. Я хочу быть счастливой женой и мамой, но получается, что я единственный добытчик в семье. У меня мужа не ладится с финансами, меняет одну работу за другой. Все лежит на моих плечах. Почему так происходит? Я ведь мягкая и женственная. Во-первых, у нас есть абсолютно ложная гипотеза о том, что в жизни в каждый отдельный момент все должно быть правильно, как нам уму кажется. Как нашему уму кажется. Второе. У нас есть идея о том, что отношения – это система, которая должна работать по какому-то шаблону. Соответственно, мы должны перебирать компоненты до тех пор, пока они не станут идеально подходить друг к другу. Но отношения – это вообще не про это. То есть, если вы, ваша душа, пока еще не готова к отношениям как таковым, то тогда, конечно, занимайтесь перебором и занимайтесь претензиями к тому, почему вещи идут так или иначе. Если же вы понимаете, готовы к пониманию того, что отношения – это сотворчество, которое не всегда идет симметрично, что иногда в жизни бывают моменты, когда в отношениях кто-то поддерживает кого-то, кто-то дает место, время кому-то для того, чтобы тот обрел какой-то свой ресурс. И вообще бывает так, что не складывается то тогда, что вообще, может быть, в жизни один человек никогда не придет к своему ресурсу, к такому, как мы его видим, потому что путешествие другого человека – это путешествие другого человека. Это не путешествие нашей функции, нашей шестеренки, чтобы наша жизнь правильно играла. Это другой человек. Мы не имеем права к нему претензий предъявлять. Вообще великое счастье, что у кого-то к нам родились чувства. Тогда возникает один вопрос – а мы вообще хотим этого в жизни или нет? Вот это самый здоровый вопрос, который человек может себе задать. А я вообще хочу этой жизни быть с этим человеком и так далее. И если мы видим, что этот человек для нас ценен и хотим, то тогда мы должны сказать себе, что мы не имеем права предъявлять к нему претензии. Никакие. Потому что мы хотим быть с этим человеком. А его судьба, его жизнь, его выборы, его процессы – они не в нашей ответственности. Они в ответственности этого человека и жизни, которая течет через него. Может быть, он в этом воплощении, вообще все воплощение будет отдыхать, искать себя. Это не наше право вообще говорить ему, как быть. И если мы хотим быть с этим человеком, мы будем с этим человеком. Мы будем договариваться, искать выборы. Но если мы понимаем, что мы этой жизни или с этим человеком быть не хотим, то тогда это уже вопрос к нам, да? Как так получается, что мы тут находимся? А мы хотим самые важные свои жизненные выборы не совершать, ответственность не брать, да? И предъявлять претензии к человеку, почему он не делает так, чтобы все стало хорошо. Он и не обязан, да? Вообще другой человек здесь пришел не ради нас. И если есть великое счастье, что мы на какой-то момент жизни, там на день, на месяц или на всю жизнь пересеклись, и у нас возникли чувства друг к другу, то это повод только для благодарности. Мы не имеем права этого человека ставить в рамки своих ожиданий. Как бы романтично и мы бы не хотели все это видеть, жили долго и счастливо отношения, это вообще не про это. Это вообще не про это. Это про магию сотворчества, это про магию узнавания друг друга, это про магию чувствования друг друга, которая возникает в моменте, и в моменте же может закончиться. Это про настоящее. А настоящее не всегда симметрично. Иногда это некоторая асимметрия. И опять же вопрос, вы хотите или вы не хотите, это самый важный вопрос, который возвращает вам ответственность. И если вы хотите, уберите все претензии Спрашивайте, это к вам тогда, что вы можете сделать в этом Если человек никогда не поменяется, он не обязан меняться Он не обязан играть в игру, которая в вашей голове называется счастливые и правильные отношения Теперь, что касается мягкой стороны вопроса Это хорошо, что вы чувствуете свою женскую энергию Это хорошо, что вы чувствуете себя Это хорошо, что вы чувствуете свой вклад в отношения И, конечно же, мы все взрослеем И нам сразу в отношениях тяжело принять тот факт, что мы здесь не друг для друга, а для радости друг с другом Но это наделяет огромной силой, когда мы понимаем Когда мы видим, что да, мы можем все вытягивать сами И да, мы можем вообще выбирать, хотим мы или не хотим Вот это наделяет силой и наделяет взрослостью человека И это выводит отношения на новый уровень А до тех пор, пока вы играете в игры, я вот такая, а ты должен быть таким То здесь, ну, сейчас реальность не будет это поддерживать Да, поэтому, опять же, посмотрите в глаза трезво себе, другому человеку Поймите, ценно вам это С этого все начинается С этого, с выбора партнера каждый день А не с его функциональных обязанностей Следующий вопрос Как ты считаешь, что такое боль? Система координат, реакции тела, смена меры, этап эволюции, тупик, случайность, следствие Зачем и почему боль? Боль Ну, во-первых, боль Это одно из переживаний жизненности Да, одно из переживаний жизненности Расскажу Более того, боль, она вообще отрезвляющая Люди, вот, бойцовский клуб, фильм, да И я разговаривал с ребятами, которые тоже занимаются, ну, вот такими же вещами И участвовал даже однажды И я спрашиваю У меня вообще не было никакой реакции Я так, ну, ударил, ну, получил в лицо Ну, как бы, ну, окей, да А у ребят был какое-то откровение Я спрашиваю, почему? Они говорят, это единственный честный опыт в моей жизни Человек, который зашит вообще в фальш, да, для него боль Это выход в честность Потому что боль, она возникает от реального контакта с реальностью Иначе боли не возникнет Я помню, когда тоже приехал на Бали И из каких-то сам своих умственных переживаний Столкнулся с какими-то абсолютно физическими Такими, ну, околоромантическими переживаниями Я так лежу и думаю Как хорошо просто помучаться из-за чего-то конструктивного То есть реально переживание жизни здоровое, такое, приятное Вот И в этом плане боль – это переживание жизни, которое настоящее И поэтому многие люди ищут ее Ищут ее Что касается, как бы, просто физиологического аспекта Да, боль – это сигнальная система Да, боль – это сигнальная система Которая говорит о том, что То представление о форме То представление о благе То представление о безопасности Которое у нас есть в голове Да Ну, в общем, о форме Да, о форме Оно сталкивается с реальностью Да, вот я думаю, что мои клетки должны быть Вот таким образом сконфигурированы Я ударяюсь, я понимаю, что клетки У них форма рушится Да, у них происходит какой-то видоизменения Точно так же и с болью роста Да, когда болят ноги Когда ребенок растет Когда человек сталкивается с Какими-то событиями в жизни Да, допустим, с расставаниями С потерями Которые, где его концепция О том, какая должна быть жизнь Сталкивается с самой жизнью С настоящей И в этом плане боль всегда Приглашение пересмотреть Вот я вкратце могу сказать Что боль – это приглашение пересмотреть Наши установки о том, какая должна быть жизнь И какие мы должны быть мы Потому что в ситуации боли Мы всегда сталкиваемся с тем Что наше представление Наша форма Наша внутренняя структура Не соответствует сути жизни Сути жизни В этом плане боль Она всегда сигнально-конструктивная система Следующий вопрос Хочу свободы от всего От обязанностей, бытовухи, отношений, финансов И прочих проблем Хочу любви и свободы Это возможно? Конечно При этом, когда вы будете свободны Вы, возможно, будете так же деньги зарабатывать Так же убираться дома и так далее Поймите, если вы хотите этой свободы Позвольте себе эту свободу Просто возьмите и перестаньте держать Все эти вещи, которые вы держите И все Не нужно Не нужно бороться против несвободы Просто перестаньте делать то, что, по вашему мнению Ограничивает вашу свободу И наблюдайте тихонечко и скромно и аккуратно Как ветер срывает фрагменты вашей жизни Которые Рушат конструкции вашей жизни Которые удерживали вас в несвободе Когда вы окажетесь в пространстве пустоты Вот в этом очищенном пространстве Тогда вы поймете, что вы не умерли Что ничего плохого нет Что когда облетели ветки дерева, не умерло Что сила вернулась к вам И все то, что забирало ваш ресурс Оно просто вернулось к вам Ваша энергия к вам вернулась И тогда вы поймете, что вы способны наделять Что-то силой, забирать по своему выбору Комфортно, без драмы, без травмы Но этот ответ, мой ответ Он нужен для таких смелых и немножко сумасшедших людей, как я Потому что он Будьте готовы к тому, что значимые фрагменты вашей жизни Начнут, как вам кажется значимые Начнут рушиться Это дискомфортно И это может быть долго И я вообще такой путь не исповедую Сейчас, потому что это не самый здоровый путь Я считаю, что сначала вы просто отпускаете все внутри себя А потом в маленьких выборах В бережных выборах по отношению к себе и к окружающим Начинайте просто оставлять фрагменты вашей жизни Не выбрасывать, а оставлять их Без того внимания, которое вы им наделяли Просто отпускаете И когда вы обнаружите, что никто не умер от этого То тогда высвобождается огромное количество энергии Есть такая книжка Сары Найт Магический пофигизм Она очень прекрасна Потому что она показывает, что она достаточно грубая Но она интересна тем, что она показывает, что мы тратим нашу силу И чувствуем себя несвободными, потому что зашиты в рамки вторичных вещей Ритуалов социальных, вещей физических, вещей материальных, бытовухи Но оказывается, что когда мы убираем энергию из этих вещей И фокусируемся на первичных вещах Наша любовь к себе, наша возможность любить других людей Наша возможность чувствовать себя любимыми Наша возможность заботиться и принимать заботу Наша возможность хорошо проводить время с людьми Наша возможность отдавать и принимать То тогда оказывается, что мы свободны И ничего плохого в нашей жизни не происходит Так что да, абсолютная свобода возможна Но это не значит, что вы будете сидеть в пустоте А просто вещи перестанут вас тяготить Следующий вопрос За последний год началась мощная трансформация И однажды мне сказали, что я должна буду Передавать знания, которые приходят людям Но я ужасно застенчивый человек Пыталась сделать прямой эфир Поднялась давление от страха Как перестать бояться и выйти к людям? Приходите, выйдем в эфир вместе На самом деле Во-первых Давайте перестанем Жить из того, что нам сказали Я так много вопросов и ответов получаю Сказали, что ты должен идти По дороге В неизвестности Люди вообще всем вешают что-то Особенно эзотерические люди Что-то там увидят где-то Иди туда, делай это Послушайте, здесь только один мастер есть В вашей жизни И он у вас в зеркале И другого нету И никто вам не может сказать И нету такой великой экстрасенсорики Который говорит, что он вам нужно делать Все советы Всегда сиюминутные Никогда в жизни экстрасенс не увидит будущего Он увидит текущий срез энергии Никогда в жизни никто вообще Не имеет права советовать Это непрофессионально Единственный процесс, которому я учу Это пойти вниманием внутрь себя И честно сказать К чему ты сейчас готов А к чему ты сейчас не готов И если внутри тело Не готово То значит не готово А если вы спрашиваете себя И спрашиваете Хочу ли я что-то отдавать И внутри вас появляется радостное возбуждение Тогда просто Что делаете? Тогда просто берете И выходите в прямой эфир Вы не боретесь со страхом Вы не боретесь с давлением Вы просто сдаетесь этому И да, просто идете в прямой эфир Просто говорите Я боюсь, но я делаю Как я делал? Я просто боюсь, но я делаю И это самый На самом деле Трезвый выход Очень многие Вот Ларри Кинг Которого он боялся Это известный телерадиоведущий Американский Он говорит Я вообще первый эфир Начинал с фразы Я очень боюсь, но Здравствуйте Естественно Естественно Ваше тело может бояться Признаете это И вот положили этот страх Вот он есть, да, рядом Ну что делать? И я боюсь Все боятся Со временем перестанете Тело поймет, что все в порядке Просто сядьте перед камерой Подышите, отдохните Почувствуйте себя в безопасности В своей тарелке И постепенно Бережно к себе Положите мягкую игрушку Любимую Позовите человека С которым вам комфортно Или наоборот Уберите всех людей Если вам так комфортно И спокойненько Спокойненько Бережно Начинайте Следующий вопрос Замороженная Безвиженность страха Не живу, существую А хочется жить Как избавиться от страхов? Это продолжение, да? Да никак не избавиться от страха Понимаете Страх это Предохранительная система Которая будет всегда в жизни Часть нашего ресурса сознания Всегда будет занята страхом Это естественно Это то, что мы эволюционно наработали Может быть только через Десятки поколений Страх начнет немножко Ну он уже начинает Да? Смягчаться Но чтобы мы говорили О свободе от страха Или хотя бы о балансе Творчество-страх Хотя бы 50 на 50 А сейчас страх превалирует Все равно в нашем сознании То это должны пройти поколения Чтобы страх смягчился Должна измениться социальная жизнь Должны измениться угрозы Должна вырасти медицина То есть очень много чего Должно измениться Чтоб тело Немножко перекалибровало Свои стратегии страха Поймите С страхом не нужно бороться Страх есть Просто дайте ему место Внутри себя В вашем внутреннем пространстве Есть очень много места Там есть место страху И есть место вам И это не обязательно Должна быть одна и та же комарка Да, вы боитесь Да, вы боитесь Да, вы тревожитесь И для этого есть своя территория И там страх спокойно живет Вы его там освещаете солнышком Вы его там удобряете Смотрите на него добрыми глазами Но в то же время Есть территория для вас Да? И вы вполне можете Дать себе безопасность Это ваша ответственность Как взрослого человека Дать себе ответственность Другое дело, что очень часто страх Мы не можем выйти из страха Только потому, что мы не знаем зачем Да, там из ума А из ума это бесполезно Да? Ну, есть люди такие Фанатики адреналина Которым нравится выходить Из любого страха Лишь бы выйти из страха Да Но есть люди, которые нет Да? И Вам нужно найти зачем Вам нужно найти зачем Потому что Если вы найдете это зачем Если опять же Вы пойдете в центр себя И честно спросите А что сейчас актуально в моей жизни Чего я действительно хочу Чего хочет мой центр Чего тело Мое хочет Просто затихните И послушайте пару дней Или пару мгновений Неизвестно, сколько это пройдет То вы поймете зачем Да? Вы поймете зачем Вы может обнаружите Что страх Это всего лишь Тот необходимый страж Который охраняет Вас от необдуманной беготни По жизни И когда вы поймете зачем Вы просто мимо него пройдете Да, вам будет страшно Но вы просто пройдете мимо него Потому что вы будете знать зачем Вы будете знать зачем Укрепляйте сильное А вы Когда вы боретесь со страхом Вы укрепляете страх Зачем Это делать Почему при всем понимании Так страшно довериться самой себе Как справиться с внутренним сопротивлением Недавно поймала себя на том Что и желать чего-то конкретного Боюсь 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 А не хочу бояться В жизни есть период И момент Когда вы доверяетесь Сами себе И у вас нету поддержки со стороны Потому что это вот как раз таки Жизнь это испытание веры Это испытание смелости То есть Если мы Не осмеливаемся Не дерзаем То мы рано или поздно Укатываемся в нересурсное состояние Но надо понимать Что Когда я говорю о том Что вы довериться Должны сами себе Это не значит Что у вас нету поддержки И помощи У вас нет внешней Не должно быть внешнего Какого-то ресурса Вечной мотивации И морковки Которая вас тянет Потому что тогда Ну это просто не взрослое состояние Но у вас есть Внутреннее осознание Зачем И поэтому я всегда говорю Что продолжайте смотреть Вовнутрь себя Продолжайте чувствовать Тепло от рук Продолжайте чувствовать Своё внутреннее пространство Продолжайте Честно отвечать себе На вопрос Что актуально мне сегодня До тех пор Пока ваша внутренняя жизнь Не укрепится настолько Что она просто прорастет Сквозь асфальт страха Просто естественно прорастет И да В момент прорастания Вам понадобится Некоторая духовная воля На то Чтобы выйти из страха Но Вам Вот этот импульс Нужно набрать Импульс контакта с собой Импульс честности По отношению к себе И поэтому первый момент Не делай Перестать держать То что вы больше Не хотите держать Да Второе Направлять внимание На то что вы хотите И когда хотя бы Это немножко уравновесится И вы заберете силу Из внешних вещей Она пойдет В ваш внутренний источник И тогда это Ну накопится Достаточный потенциал Чтобы прорвать этот страх Но Вот так просто сидеть И говорить Я даже не знаю Но Отдайтесь жизни Внутри себя Чуть-чуть честно Все начинается С этой честности Чего я хочу Чего я не хочу Что актуально Для меня сейчас Никогда не будет Ответа на всю жизнь Сразу Никогда Вообще Реальность квантовая Она всегда Сиюминутная Вот мы взяли Пронаблюдали за волнами Раз частицу обнаружили Но пока мы не наблюдаем Мы не знаем Куда там эта частица Пойдет Как она там между собой Будет В взаимодействии Мы это не знаем И никогда не узнаем Так что Пытаться на всю жизнь Сразу что-то определить Нет Нет Что актуально Для меня сейчас Что честно Для меня сейчас Когда человек Опускается до этого уровня Вот он тогда Начинает взрослеть И тогда страхи Просто отступают в сторону Садятся на заднее сидение Автомобиля Вы просто понимаете Ну да Можно вечно бояться Но господи Я есть хочу Я пойду покушаю Садитесь на машину И едьте туда Куда вам надо Ну вот как-то так Какая проработка себя Для тебя была самой сложной Перфекционизм Делать плохо Вот это прям практика Для меня делать плохо Потому что я в какой-то момент Обнаружил что Своим перфекционизмом Требовательностью к себе И соответственно Требовательностью к людям Которые из этого возникают Она просто Приводит меня В нересурсное состояние Недеятельностное состояние Потому что я вечно Вечно откладываю Потому что все Не идеально Не идеально Не достаточно хорошо И поэтому я Делать плохо Это делать В моменте Перестать Переставать стремиться К тому что все было идеально Вот для меня Это самая сложная проработка На которой я наверное До сих пор работаю Уже немножко проще Уже немножко проще Но все же Как бы Оно иногда возникает Оно иногда возникает У меня достаточно Такой У меня сильный Козерог Сильный Сатурн У меня все Вообще в Козероге Кроме Солнца И Меркурия И Плутона Солнце, Меркурия, Плутон Единственное Не в Козероге Находится в моей карте И поэтому Вот этот вот стеллиум Планет в Козероге Под управлением Сатурна И в соединении с Сатурном Они очень 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 Как бы придирчивая Расслабляюсь И чуть быть эластичным Это самое сложное Наверное К себе и к людям Александр Что делать с родом? Что там отрабатывать А что не отрабатывать? Если мы пришли Свой опыт получать То к чему Наши родовые программы? Вот Существуют Муравьи Их сознание Определено Детерминировано Ими Их Коллективными Стратегиями Есть ли у муравьев Душа? Есть, конечно Вопрос Она индивидуализирована Или нет? Нет Она пока еще Коллективная Вот Наша жизнь здесь Расцветать Как индивидуальные боги Конечно Мы начинали С достаточно Невысоких планов Сознания И жили В основном Коллективными Такими Ну То есть Коллективная Доминировала Над индивидуальным И соответственно Род Так же Как и Карма Да То есть Две линии Которые Вообще В древности Это была одна линия Потому что Люди инкарнировали Сами в себе Сами в себе В своем роду Поэтому Есть во многих странах Традиции Называть Детей в честь дедушек Да Почему Или в честь бабушек Потому что Это Древние Интуитивно знали Что чаще всего Это перерождается Как раз таки Потому что Продолженность жизни Была низкая Никто своих дедушек Обычно не видел И это вот Было вот так Последовательно Примерно Примерно Так и было Примерно Люди Вообще В принципе Выполняли Работу коллективную Работали над Общими Энергетическими Пазлами Сейчас И вообще Эволюция души Идет по мере Расцветания Индивидуального Цветка души По мере Того Задача Какая основная Вместить в себя Больше энергии Своей души То есть Если раньше Человек мог Вместить в себя Чуть-чуть И соответственно Все работали Над какими-то Коллективными Задачами Ну в принципе Это так и есть То есть Даже если бытово взять То люди Работали над Какими-то маленькими Бытовыми фрагментами Кто-то там Добывал пищу Кто-то охотился Кто-то косил сено Вот Люди работали Над маленькими Фрагментами жизни То есть Сейчас каждый человек Он может быть Индивидуальной Творческой единицей Он может создавать Сразу много всего Выражать Сразу много всего И так же и наша душа Она может В одиночку Вмещать в себя Много энергии Нашей души И поэтому Конечно роль Рода Роль кармы Она сходит Она минимизируется И есть конечно Любители Древнего Вообще Знания Которые хотят Это все достать Оттряхнуть И надеть на человека Но это не работает Потому что Единственное отношение К роду Здоровое Это сказать Когда-нибудь Я беру все лучшее Что там есть Да Все те дары Наработки Которые мои предки Всю ту любовь Которую они сохранили Да И Просто оставляю лежать Просто оставляю Не беру С собой В мое дальнейшее путешествие Чемоданы Со всей энергией Которые На которые вы наошибались Вы наошибались Ну хорошо Даже если я наошибался Хорошо Да Я не обязан Это брать дальше Просто не обязан Потому что Это мой выбор Как творца Брать то, что я хочу И не брать то, чего я не хочу Конечно Для сознания Детерминированного И боящегося Бога Ему кажется Что надо все отрабатывать Но пришел такой человек Иисус Христос Который сказал Знаете что Знаете что Он сказал Сегодня ты будешь со мной в раю Разбойнику сказал Просто за то Что он признал истину Не нужно ничего отрабатывать Ты уже в раю Будда О чем говорил Будда У него есть концепция Отсутствие души Вот этой персонализированной Он говорил Не занимайтесь Вопросами Вот этой всей Кармы И всего Очиститесь Сразу Перестаньте Нести на себе Все вот это Вот история Очиститесь У него не было У него была концепция Отрицания Персональной души Которая вот это все Тащит между собой А мы тут приходим Говорим А вот рот Да что рот Оставьте рот в покое Занимайтесь своей жизнью Но это вопрос взросления Потому что пока мы Дети Нам хочется Думать Что мы Вот в этом Во всем варимся С кармой То же самое Абсолютно То же самое Просто возьмите Скажите Я беру из наработок Прошлых жизней Из моих клеток Дар Мастерства Просветления Любви Таланты Навыки И оставляю Закрываю дверь Просто оставляю Лежать И все что мы Оставим на природе Оно рано или поздно Просто превратится В прах Да Вот оставили чемодан А они там Истлели Все Жуки съели Все Ничего нету Все в атомы Распалось Все в жизненную силу Назад вернулось Точно так же и мы Дайте вернуться В жизненную силу Перестаньте тащить Все то что вам не нравится Возьмите то что вам нравится И спросите А что я хочу Реально А я то что хочу Я же индивидуальный творец Я должен инвестить в себя Больше энергии Моей души Это единственная Вообще Задача Души С точки зрения Задач души Впитать больше Тело Чтобы провело Проводило больше высшего А мы вот это все Вот это детство Возгреваем Просто Это инфантильный Такой подход Хотелось бы узнать мнение О чипизации Биометрии И QR-кодах И правда ли Что убиение В очреве детей Или выкидыши Или умершие младенцы Остаются между мирами И крадут энергию Родственников А со временем Становятся очень злыми Сущностями А человеческая фантазия Она конечно Прекрасна Пожалуйста Не смотрите Больших фильмов ужасов И не читайте Дешевую эзотерику Это ужасно Что вообще Эзотерическое знание Иногда превращается В такое В такую Дешевую фантастику Страх Это вообще такая вещь Очень токсичная И липкая И она сама на себя Ссылается И сама себя порождает То есть вообще Страх бесконечен Он как вирус Как вирус Его задача Плодить самого себя Только Уничтожая На самом деле Носитель жизни И религиозный страх Который есть у нас Просто в ДНК Из-за того Что мы многие воплощения И даже по родам Много жили в этом Он тоже иногда говорит И поэтому Вот такие ужасные Всякие дурацкие Абсолютно Не знаю Какими еще словами Это назвать И ролики И источники информации Которые говорят Которые берут любую вещь И обозначают Это говорят Что все Конец света Мир умирает Всех зомбируют Масонные иллюминаты Вот это конечно Просто показатель Низкого уровня интеллекта И высокого уровня страха Да Вообще есть исследование Которое говорит Что приверженность Теориям заговора Это показатель Низкого уровня интеллекта Я с этим глубоко согласен Потому что любой здоровый человек Который умеет анализировать факты Поймет что Который просто владеет Элементарными Как бы способностями Экологическому мышлению Поймет что Большинство из Того во что верят люди Которые верят в теорию заговора Оно просто невозможно Невозможно Чтобы маленькая группа людей Управляла Столь сложными Большими процессами Как Мировая политика Или мировая экономика Многофакторными Процессами Мы до сих пор суперкомпьютеры Не могут Не знаю Бигдату обработать Которую мы получаем Из интернета А вы хотите Чтобы группа людей Управляла Причем Без специальной техники Какими-то вещами Точно так же И вот эта вся Чипизация Компьютеры И так далее QR-коды Человечество Естественно Может стремиться Оптимизировать жизнь Оптимизировать бытовые Какие-то вещи Увеличить количество безопасности Понятное дело Что есть люди Которые живут из страха И соответственно Живут из корысти И иногда Хотят это использовать Каким-то Нездоровым образом Но таким образом На самом деле Можно Любое изобретение Подчинить Каким-то Ну Обозвать деструктивным Но В самих по себе QR-кодах И Биометрии Нет ничего Кроме как стремление Оптимизировать Сделать дешевле Бизнес-процессы Сделать их более Клиентоориентированными Теперь Что касается Чипизации Во-первых Это невозможно Это невозможно Просто потому что Люди это не допустят Людское сознание Это не допустят Второе Вопрос Зачем она нужна Да Вот реально Зачем она нужна Мы живем В настолько прозрачном мире В мире Где люди добровольно Выкладывают всю информацию О себе В инстаграм В сторис В мире Где со спутников Можно сделать снимки Различать автомобильные номера Любого человека Отследить довольно легко Непонятно Зачем нужна Чипизация То есть Это просто Иррациональная вещь Мы живем В мире прозрачности И плохая новость Для любителей Антиглобалистов И любителей Всяких теорий заговора Что мир будет Все равно становиться Все более и более прозрачным Он станет прозрачным До такой степени Что никакая Теория заговора Просто не будет Способна быть Потому что Все будут знать все Да Я вам скажу Что интернет Подпортил Тем людям Которые Какая же логика У власти Разделяй властвой И поэтому Конечно Правители Испокон веков И правители И властные структуры И финансовые структуры Стремились сталкивать Людей между собой Россию Украину Израиль Палестину Вот эти все Вот эти истории Они о чем Они о том Что когда люди воюют Между собой Можно спокойно Зарабатывать деньги Да Можно спокойно Управлять людьми Когда люди живут Из страха Они делают то Что им надо Когда появился интернет То Я понимаю Что сейчас интернет Стал тоже Одной из территорий войны Но с другой стороны Интернет Он делает Очень важную вещь Он Помогает Он уменьшает Возможность Стравливать людей Между собой Ты живешь Например в Украине Я живу в России И мы с тобой общаемся И никто не заставит Меня Никакая пропаганда Войти убивать тебя Это невозможно Да Это просто невозможно Поэтому странно Стремятся ограничивать Соцсети Потому что Когда мы увеличиваем Контакты между людьми То ясности становится Больше Сколько заговоров Открывается Благодаря Викиликс Благодаря Опять же Тому же интернету Огромное количество И поэтому Технология Она забивает Гвозди В гроб Вот Разделяющий Нас власти И поэтому Я допустим Приветствую Новые технологии При этом Я понимаю Что чипизация Невозможна Просто потому что Никто на это не согласится Уже сейчас И страх перед этим На самом деле Понимаете Пока вы в страхе И пока кто-то Распространяет ролики Это же играет на руку Тем, кто стремится Нами управлять Всегда Поэтому если вас Кто-то пугает Что будет чипизация То вот сам Сам факт Этой информации Вот он вами управляет Потому что Опять же Это же все Для людей Глубинно Недуховных Эти страхи Они недуховные Они физические Потому что Духовному человеку Которого Которого Есть реальность Духа Он понимает Что тело Временно И все Что могут Забрать Враги Если они Существуют Вообще Это тело Подчинить Контролировать Забрать Но дух Никто не может Забрать Виктор Франкл В концентрационном Лагере написал Пришли ему Откровения О том Что жизнь И дух И счастье Оно непобедимо Оно неустранимо А вы говорите Чипизация Да подумаешь Это все От лукавого Это все От Это все Помогает нам Помогает власти Держать нас в страхе Особенно Вот такие вот Утки Вот такие вот Истории Да заберите Все мои данные Да читайте Все мои мессенджеры Да знаете Где я нахожусь Да какая мне разница Мой дух свободен Сделайте все Что хотите Со мной И это Вот о чем Я разговариваю А вот такие вещи Даже Даже на самом деле Комментировать Не хочется Потому что Это просто Бред и страх Что касается Второй части вопроса То это еще Больше Бред и страх Потому что Вот это Как раз таки Есть От лукавого Потому что Мы Когда мы Проецируем Наше человеческое Сознание Наши человеческие Страхи На духовный мир Да Все что мы Получаем После ухода Из этой жизни Это пространство И поле Творческой любви Да Непредвзятой Творческой любви Необусловленной Творческой любви Все что мы Здесь Имеем Дуальность Добро И зло Свет И тьма Злые Сущности В виде гномика Вот как тот ролик Посмотрите пожалуйста Сущность В виде гномика Завейте в гугл Вот просто все Что вам нужно знать О сущностях А человек Он может Делать Бога По образу И подобию Своему И он Лепит Тонкий план Астральный план Что такое Астральный план План эмоций Вот Есть То Мы Могущественные Ангелы И даже Когда мы Находимся В телах Мы можем Распоряжаться Своей духовной Энергией Мы можем Лепить сущностей Из своего страха Какими мы Захотим И даже Они могут Стать реальными На астральном плане То есть Густками эмоций Наших человеческих Наших творческих Актов Потому что мы Творим Тонкий план Да Но Это же От нас Зависит Да От нас Зависит И люди Действительно Могут увидеть Демона Потому что Коллективное Сознание Порождает Таких астральных Сущностей Люди могут их почувствовать Но реальны ли они Нет Но реальны ли они Для тех людей Которые с ними В резонансе Да Потому что эти люди Их создают И поддерживают Они их питают Своим вниманием Но реально они существуют Нет Это просто творчество Человек Таким образом Когда вот я Такие вещи слышу Эзотерические Я просто пугаюсь Насколько Люди глубоко Своими страхами И насколько Эзотерика иногда Может людей Погружать в ней ресурс Когда Человек Уходит из этой жизни Неважно В утробе Или В любое Другое В другом Другой Стадии жизни Он сразу же Возвращается В поле любви Более того Когда человек Еще даже не родился То он возвращается В поле любви Он даже не приходит Полностью в этот мир Да Это изначально Понятный контракт Души И потенциалы Все понятны И душа Возвращается Чтобы приходит Возможно на этот опыт Только для того Чтобы участвовать В этом опыте Только для того Чтобы что-то Родители поняли Что-то О ценности жизни О своих ценностях Что-то поняло Окружение ближнее Но никак не страшные Сущности И так далее Это все Конечно Просто спекуляции Низкопробные спекуляции На очень Болезненных Травматичных Для любого человека Для любой семьи Моментах И из-за этого Нужно Лишать Права заниматься Профессиональной деятельностью Таких людей Которые распространяют Эту информацию Потому что это не этично Ни с точки зрения Психологической этики Ни с точки зрения Общечеловеческой этики Лишать права Штрафовать Применять другие санкции К тем людям Которые занимаются Такой деятельностью Я глубоко В этом убежден Нужно ли стремиться И прикладывать усилия Без борьбы Чтобы осуществить Свои истинные Ненавязанные желания Что делать Если даже не хочется Делать шаг Навстречу И желаниям души Значит Ненастоящее желание Либо Не хватает энергии А значит Держитесь За ненастоящее И это всегда Нехватка честности Внутренней Ну прямого взгляда На то что есть Теперь Чтобы достигать Истинных желаний Своей души Хочется Хочется прилагать Максимальное количество усилий Я вот вообще Я всегда говорю Если я могу себя Сейчас себя просто На атом распылить Чтобы Это достигло Моих целей Я с удовольствием На это пойду Мне хочется Достичь того Чего я хочу Очень хочется Я готов делать Для этого все Только тогда Это не воспринимается Как Какой-то Труд Или Это просто Ну вот этот Самый здоровый труд Который нам всем нужен Который Творческий труд Который Напитывает тебя Который дает тебе Расширять твои резервы А если Мы там вот Просто впахиваем Потому что Нам кажется Что это наше истинное желание Но внутри У нас нет энергии То чаще всего Это Недостаток честности К тому Что происходит сейчас Вы опять не смотрите В то Что происходит сейчас Но практика показывает Что если вы В современном уже мире Мир становится Легче сотрудничать С истинными желаниями Вашего сердца Еще такая Маленькая подсказочка Не всегда желание Которое вы чувствуете Как истинное желание Своего сердца Своевременное Да Иногда Это истинное желание Вашего сердца Но актуально И честно Внутри вас Говорит Что не сейчас И К этому нужно Тоже быть внимательным Это тоже про честность И про трезвый взгляд На то Что есть сейчас Опять же Ответ у вас Благодарю Интересный вопрос Можно ли слушать металл? Это металл Слушайте Можно слушать все Потому что музыка Это всего лишь Вибрация Наших Октав творения Октав сознания И металл Может быть Очень лиричным Он может Даже затрагивать В верхние центры Вопрос просто в чем? Вопрос в том Какой Какая ваша энергия? Какая ваша энергия? Каков характер Вашей реки? Есть люди Которые Как бурная река Им нужна Эта энергетическая Им хочется С этим резонировать Я не такой Я слушаю оперу Я слушаю Медитацию Медитативную музыку Но даже я Иногда Мне нравится Слушать что-то такое Военное Такое Воинственное Возвышенное Такое Тяжелое Иногда бывает Вопрос Какая мелодия Вашего сердца? Да? И какие Состыни вы получаете? Но надо понимать Что музыка В любом случае Отражает Лишь то Где ваша точка сборки В данный момент Да? И даже в том же Металле есть Да? Какая-нибудь Та же металлика Да? Которая очень лирична Она очень возвышена Да? Бывает Многие композиции А бывают просто Абсолютно Низкочастотные вещи Опять же Нет плохого В том Что вы Проживаете Низкочастотные вещи Мне когда грустно И я могу Слушать грустную музыку Которая не очень лирична Которая более грубая И это естественно Это помогает мне Быстрее прожить Быстрее прожить Эту энергию Реализовать Сублимировать здоровым образом Там Проплакать Если надо Прокричать Если надо И дальше пойти Но мы же люди Благодарю Как пробудить Как пробудить себе Энергию кундалини Слушайте Вообще Как бы Хватит что-то будить Возгревать Внутри себя Это какой-то Очень странный подход Если вы дышите В вас циркулирует Энергию кундалини Вопрос в том Что ваша энергоструктура Может быть Настолько Искажена Вашими Зажатостями Когда вы что-то держите Что она просто Сложно течет С затыками С какими-то И теряет свою мощь Свой напор Свою красоту Практики С одной стороны есть На практике Это идеальные условия Это идеальные условия Жизнь Это Здоровая практика И когда вы в жизни Начинаете делать больше То, чего вы хотите И чувствовать то, что вы хотите И не делать то, чего вы не хотите И Сиюминутно проверять Ощущать Проживать И чувствовать Вот тогда ваша энергия кундалини Она начинает циркулировать Потому что за всякой йогой Есть тантра За всякой тантрой Есть Дзокченко И дзен Это просто проживание жизни Начните хотя бы С тантрического подхода к жизни И все будет течь Течь Если вам это надо Если вам это надо Потому что не всегда это надо Люди относятся к своим блокам К своим зажимам К своему течению энергии И вообще к своей энергетике Потребительской Они говорят Что-то мне не хватает Давайте разгоним Но Мы же не от плохого Когда-то спазмировались Или зажались Иногда То, что Тот энерго Уровень, который у нас есть Он про то В каких обстоятельствах Мы живем Или В каких структурах Мы как бы Вращаемся И вопрос-то в том Чтобы Понять, чего ты хочешь Чего ты хочешь Куда ты хочешь двигаться И медленно Плавно А не то, что я сейчас Раскачаю кундалини И дальше что И дальше что Это Ну Невежественный подход Все целиком Жизнь Сознание Тело Вот это течение жизни Оно здоровым образом Раскрывается Когда оно раскрывается Сразу во всех апостасях А не только там В теле, например Кундалини там Возгреть Ну как бы хорошо А дальше что У нас следующий Очень такой личный вопрос Мне уже 33 Нужно родить ребенка Пока не поздно Но я не замужем И претендентов Хороших нет У нас прекрасная семья Замечательные родители Не знаю как быть Не хочу быть эгоисткой Чтобы родить ребенка Только для себя Это все-таки человек Ему нужен хороший отец Как быть? Родить ребенка для себя Это не родить ребенка для себя Потому что Если у вас нет ребенка То ваше внутреннее Если вы честно Туда посмотрите Оно говорит Либо нет Либо не то время И чем больше Вы в этом неврозе Тем меньше То, что надо Тем меньше Вы слышите себя Настоящее Поэтому первое Что я посоветовал Это пойти внутрь себя И быть там До тех пор Пока вы не обнаружите Что все Что то, что происходит Вы это вас на самом деле И хотите Да Это первое Второе Вообще ребенок Да Это не игрушка Не кошка Не собачка Даже кошка Не кошка Да А уж говоря о ребенке Уж точно Да Это душа Которая идеально бы Пришла к человеку Который не Не погружен в невроз Да Поэтому нужно сначала Себя привести в порядок Теперь У нас у всех есть У женщин Может быть У нас у всех есть Как бы опыт Прошлых жизней И у женщин Может быть Воспоминание Из ДНК О том Как она была матерью У нее может быть Материнская энергия Но душа В этом воплощении Говорит не сейчас Или нет И к этому Нужно быть внимательным Опять же Внутрь себя пойти И честно ответить Что там происходит Что там происходит Ребенку действительно Нужен отец А вообще Ребенок в идеале Конечно Должен рождаться в любви Я так считаю Это не значит То что Все эти дети Которые рождены Не в любви Они С ними что-то не так Это вот тоже Есть такое Эзотерическое Взблаждение Нет Душа Она всегда приходит Из любви С ней все в порядке И она приходит Вам Это все равно Любовь Душь Просто может быть Не проявленная Но если вы задаетесь Этим вопросом Да Пожалуйста Занимайтесь собой Своей жизнью Своей полноценностью Которая Уж точно И может быть Да Можно чувствовать себя Полноценной И без ребенка И без мужа И без Вот этой ячейки Общества В классическом понимании И без удовлетворения Своих Даже не эгоистических А таких Не до конца Осознанных Желаний Вот А когда В вашей жизни Появится возможность Делиться Когда вы будете Уже наполнены То тогда Вы вполне можете Найти человека Которым вы захотите Дать жизни ребенку Либо я считаю Что вполне достойный вариант Это будет взять ребенка И воспитать его Потому что В этой же В этом мире Достаточно много Особенно в нашей стране Детей Которые нуждаются В семье И на мой взгляд Если мы осознаны То мы понимаем Что нет наших детей И не наших детей Все дети Свои собственные Наши гены Там не играют Никакой роли Это душа Это душа И если нет возможности Завести собственного ребенка Вот так вот С мамой И с папой Да То подарите счастье Подарите счастье Это осознанный Здоровый поступок Очень Из-за которой Если вы верите в дхарму Очень много позитивной Как бы энергии К вам придет Правда Я так считаю Здесь личный вопрос К вам Тяжело ли вам Находиться в этом мире Да Правда С каждым годом легче Но Было тяжело Ты как будто бы В приемном доме Где все Пытаются тебя убедить Что ты Родной Но ты не родной При этом Дом очень хороший Понимаете То есть Он действительно хороший Я это осознал В прошлом году На Бали Когда я просто понял Что Так окей Ладно Я приемный Но я могу Вопросить эту землю Меня усыновить И вообще радоваться Тем что я здесь И немножко Все и другое Знаешь Вот как будто бы Из другого теста сделано Оно вроде Точно такое же По форме Ну чуть чуть больше Чуть меньше На моей планете Мне кажется Были выше деревья Я не знаю Но И люди Но Как будто бы Чуть-чуть все другое Как будто немножко Другая атомная структура Во всем этом Похоже Но И люди такие хорошие Все классно Но Вот Я когда принял Что я как бы Просто наверное Не с этого мира Мне стало легче Я как бы думаю Ну окей Здесь можно жить Прекрасную Прекрасную жизнь На этой удивительной планете Как в путешествии И с тех пор Я как-то отношусь К этому месту Как в путешествии И мне полегчало Мне полегчало Но Очень много времени Ушло на то Чтобы осознать Что это не со мной Что-то не так И не с миром Что-то не так И что с нами С обоими Все в порядке Много звездных душ Много звездных душ Которые Так себя чувствуют Кому-то проще войти Кому-то сложнее Мне наверное Было очень сложно Но благо Что мне кажется Что моя семья родительская Она тоже из каких-то Других планов Потому что она Что среди них Я чувствовал себя дома То есть я не чувствовал Себя приемным Я знаю Что бывают звездные души Которые своих родителей Тоже чувствуют Что это не их родители То есть они их любят Но они понимают Что они не с их планеты У меня как-то Семья с моей планеты И мне от этого Небольшой плюсик есть Как бы да И как-то меня окружают Часто люди И в отношениях И в дружбе С люди с моей планеты И это такое Приятное вторжение На землю Саша Тебя накрывает Депрессия Страхи Усталость Если да Как ты из этого выходишь Да Накрывает Накрывает Абсолютно точно Потому что Я живой человек У меня есть тело Тело И я Не до конца понимаю Как им пользоваться Как и все мы И иногда Я У меня были моменты Когда я себя Своим отношением К себе Доводил до Каких-то Нежизнеспособных Состояний И я оттуда Выкарабкивался Бывает что я Не понимаю Когда мне нужно отдохнуть Когда я не слышу Своё тело Бывают моменты Когда я Переживаю И грущу Да И когда я плохо К себе отношусь Такие моменты бывают И я Что делать Я во-первых Сдаюсь Это моя сверхспособность Я умею сдаваться Перед такими состояниями Просто проживать Чем более глубоко Их проживают Чем быстрее Они проходят Поэтому Как-то так Живой человек Обычный Вот вообще Обычный В плане тела В плане эмоциональной жизни Абсолютно Абсолютно И всё Тоже Весь тот же спектр Наверное Даже может быть Более раскачанный То есть Я в своей жизни И очень высокие состояния И очень Нежизнеспособное состояние Поэтому Когда я говорю о том Что Я Знаю Как выходить Из депрессии Или неврозов И когда мы записывали Курс просветления Когда я говорил О разных состояниях То я это всё На своём опыте Проживал Я подходил к грани Где дальше нет жизни Вообще Я подходил туда Я знаю Как оттуда идти назад Подскажи Как активировать способности Которые в нас Заложены Творцом Понимаешь Я привожу метафору О стеллаже Всегда То есть На нижних полках Стеллажа Лежат наши Страхи Наша карма Наши Обиды Наша боль На средних полках Лежат наши Социальные Какие-то навыки Способы Где-то зажатости Где-то открытости Наши способности Как-то функционировать А на высших стеллажах Лежат Наши таланты Наши глубинные Склонности Наши способности Наши дары И они лежат На этих полках Стеллажей Потому что Они соответствуют Разным вибрациям Это естественно То есть Когда мы В своем даре В своем таланте То мы чувствуем себя Абсолютно иначе Чем когда мы в карме Это разные вибрации Разные эмоциональные состояния Это разные Разная химия тела Это полностью Все разное Это разные железы Это разные чакры И человек Он находясь На нижних стеллажах Не может брать С верхних стеллажей А когда он находится На верхних стеллажах То в его жизни Меньше нижних переживаний Это шкала сознания Хокинса И надо понимать Что Человек Он на самом деле Символически Либо живет Вот в этой нижней спирали Которая утягивает человека Вне ресурс В депрессию Когда он живет Вот только низом И борьбой с низом И стремлением Убежать из низа А это по сути Одно и то же У меня страшно Я стремлюсь убежать От страха И это усиливает страх Либо человек В какой-то момент Говорит Так, окей Это есть Это низы Они спокойно Исцелятся Это часть жизни Это то, о чем мы говорили Сегодня все видео Да Как выйти из страха Он совершает Вот этот важный выбор Важный жизненный выбор Посмотреть А что же там есть наверху Да А что же там есть наверху И может ли он выбрать Быть счастливым Может ли он выбрать жить Может ли он выбрать Не быть в этой карме В этих В этом страдании Просто выбрать Не быть там Да А быть в других своих частях Это всегда выбор Это никогда не Вот взяло и случилось Нет Самые счастливые люди У Ричарда Баха есть фраза Когда-то задумывались о самоубийстве И выбрали жить Да Это выбор Быть счастливым Быть в творчестве Быть в ресурсе Это выбор И очень часто Жизнь творческим людям Помогает сделать этот выбор Андрей Абачили слепой Да Это помогло ему Сфокусироваться на том Что ему доступно Но даже там у него был выбор Уйти в страдания Уйти в Или уйти в Ник Вуйчич Да Это выбор И этот выбор Он только самим человеком Осуществляется Понимаешь То есть Он не Человек никто не поднимет В этом-то все Испытание человека Да Это выбрать свет Да Это испытание человека Человеку нравится Быть увязанным Вот в эти все темы кармы Потому что они помогают ему Оставаться на том же Вибрационном уровне Он вечно борется с кармой С кармой рода С родителями С чем-то Ему Он остается на той же Вибрационной шкале В какой-то момент Когда ему это надоедает Он идет выше И тогда он выбирает свет И тогда ему Стаются доступны дары Здесь все как в бане Хочешь паришься Хочешь не паришься Да Вот точно так же и в жизни Ты либо сам идешь к свету Либо свет к тебе не придет Потому что он свет Он просто Потому что он свет Он находится в другой В другом измерении Чем драма Поэтому ты должен перейти Это вообще задача Человеческого существа Единственная И она конечно через выбор И через взрослость Осуществляется И это на самом деле Ключевое послание Которым я везде делюсь Да Что вы должны подняться По стеллажу Вот И Не только в духовной практике Но и в жизни Да Не только в духовной практике Но и в жизни А очень часто это значит Практичные вещи Это Значит Делать то, что хочется Говорить то, что чувствуется Быть с тем, с кем хорошо Не быть с тем, с кем плохо Говорить о том, что не нравится И все остальные правила Лобковского Очень практично И очень здорово Именно поэтому большинство людей Относится к этому Не очень Не очень с большим пониманием Потому что Оно так и есть в жизни Оно так и есть И когда ты взрослеешь Ты это понимаешь Я благодарю тебя За то, что ты Так откровенно И честно Ответил На все наши вопросы Спасибо До новых встреч